Очень много жалоб поступает на автобусы, что там скучность, маски не носят. Мы до этого наказывали уже предприятие, сейчас еще раз провели мониторинговыми группами обследования. И здесь существуют проблемы, хотя обычно Акима от города ссылается на то, что ТСС запретила автобусы, и все, и поэтому скучность. Проблема не в этом. Даже если мы не запрещаем, не ограничиваем движение транспорта, у нас существует проблема того, что у нас недостаточно автобусов выходит на линии. И соответственно, если автобусов недостаточно, и скучность в автобусах идет. Если бы ты знал, что через 5 минут приедет та же десятка, если автобус переполнен, ты бы по инфобусу посмотрел, что через 5 минут приходит другой автобус, и ты бы уже не старался садиться в этот переполненный автобус. Проблема эта была озвучена и в Акимате области. На сегодня Аким области дал поручение Акимату города, чтобы проработать вопрос по укомплектованию водителями автобусных парков, потому что есть проблема то, что водители не идут, есть недостаток водителей. И вот этот вопрос сейчас будет решаться. Но наша задача разорвать цепочку, ввести ограничения, вообще все мероприятия, чтобы путь заражения, место заражения, которое мы максимально его должны сократить. Люди, чтобы там, ну а как мы можем сократить это, приостановить, ограничить движение транспорта. Такие ограничения, если вы помните, когда в Китае Ухань, только первая заболеваемость, когда в Китае пошла, по Уханю, по Пекину был приостановлен общественный транспорт. Потому что здесь дистанцию очень трудно соблюсти, масочный режим тоже многие не соблюдают. И в других городах мы изучали, какие ограничительные мероприятия. Ну в принципе нам их рекомендуют. Вот у нас есть, какие строгие ограничительные, средние ограничительные мероприятия. И мы поэтому ввели на выходные дни. На эти выходные дни тоже будет ограничение движения общественного транспорта. Потому что вопрос по увеличению транспорта не решен до настоящего времени. И как я говорю, за эту неделю у нас, у кого выявили коронавирусную инфекцию, они практически все пользовались общественным транспортом. Поэтому и рейды, проведенные по общественному транспорту, они показывают, что нарушения есть, люди заражаются, по городу заболеваемость растет. Поэтому на сегодня вопрос возобновления деятельности общественного транспорта на выходные дни, он еще не рассматриваемый. В рабочие дни, в будние дни, по времени мы транспорт не ограничиваем. Даже если автопарк ограничивает, это их собственная инициатива. Именно санитарная служба в рабочие дни, мы полностью, как бы, никаких ограничений. Только ограничение, чего рассадки, масочный режим, дезрежим, обработка. Вот эти ограничительные. По времени, в будние дни, мы не ограничиваем. А есть цифры, сколько автобусов вы штрафовали? И почему штрафуют именно водители, а не автопарк? Потому что водители ведь не на ваку. Нет, мы наказывали и штрафский автобусный парк, и водители. Но на сегодня мы дали и задание отработать именно по автобусам, потому что сейчас вообще в целом по стране идет усиление работы мониторинговых групп, потому что где-то ослабили. У нас по городу, как штраф, тоже мы, если вы видели, сейчас я делаю замечание своим сотрудникам, что недостаточно проведена работа по городу, как штраф. Поэтому усилить эту работу. Сегодня мы отрабатывали и по торговым, вместе со СМИ, чтобы население знало, видело, что мы не просто так выносим эти ограничительные мероприятия, но чтобы реально знали ситуацию, какая по торговым домам, они готовы или не готовы. Точно так же по общественному транспорту, наверное, отдельно мы вам дадим цифры, сколько оштрафовано посчитаем. Ну, да.